Расплавленная масса – один из элементов монумента. В первые часы температура в четвертом энергоблоке достигала тысячи градусов Цельсия. Горели графитовые стержни. Вода из пожарных рукавов просто не долетала до огня, испаряясь. В первые три месяца погибли более 30 человек. В основном персоналы пожарные. Но это было лишь начало. Я хочу от имени главы муниципального образования города Крутонапа Юрия Федоровича Полякова поблагодарить всех ликвидаторов. Я уверен, что благодаря тому героизму, той отваге, которую проявили 32 года назад герои, мы стоим сегодня здесь, на этой площади. И миллионы жизней были спасены. Ядерная катастрофа такого масштаба произошла впервые в истории. Ее причина – целый комплекс обстоятельств. Конструктивные недостатки реактора, помноженные на человеческий фактор, Леонид Кочетов в те дни находился в Киеве. Ситуация очень страшная. Все население находилось в смятении. Мы ли убирали не только тротуары и улицы, но и балконы, и дома. И никто не знал, как бороться с этой бедой. И никто не знал, как она потом отразится на жизни, на здоровье, на здоровье людей, на здоровье детей. Александр Обушка получил повестку из военкомата в 1987 году. Отказаться было нельзя. Фактически, измена. По приезду работал по специальности водителем, а также разбирал завалы. Им выдавали накопители, специальные счетчики, полученные радиацией, без каких-либо индикаторов. Приборы сдавали специалистам, которые вставляли их в считывающее устройство и что-то записывали в журнал. Однако точную дозу не знали даже они. Пройдут с этим дозиметром, там зашкаливают, флажки поставят, вот здесь работают, туда и туда не ходят. Через 5 минут подходит, он замеряет, там зашкаливает, а мы стоим там на этом месте. А у нас даже накопителя нет. Ну, приехал, еле ходили мы. Я приехал лично желто-зеленого цвета. Так вот на меня смотрели. Такая смена длилась не более трех месяцев. Сегодня в Анапе живут около 300 ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии. В 1996 году федеральные власти приняли закон о социальной защите ликвидаторов. Сами они говорят, что с тех пор пакет льгот значительно урезали. Муниципальные власти намерены уже в ближайшее время обсудить с чернобыльцами их проблемы. А по результатам обратиться к депутатам законодательного собрания и Государственной думы. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.